Благодарю вас за то, что собрались сегодня рассмотреть тему, касающуюся не просто полета на Марс, а то, что ему предшествует. То, что предшествует истории развития космонавтики, каждому космическому полету, каждому этапу. И сегодня мне хотелось более детально остановиться и рассказать, как это было на протяжении последних 50 лет. Потому что многое из того, что я сегодня скажу, некоторые из вас увидят, услышат впервые, поскольку не все работы раньше были открытыми, а некоторые из них, некоторые элементы мы не разглашаем даже и до настоящего времени. Итак, основное внимание я уделю проекту Марса 500. Но что ему предшествовало? Институт медико-биологических проблем, который я представляю, был образован в 1963 году. Открытие нашего института было по инициативе Сергея Павловича Королева вместе с Келдышем. Они подумали о том, что прошел уже первый полет Гагарина. И оказывается, существуют очень большие медико-биологические проблемы, с которыми сталкивается космонавт, которые необходимо решать не просто теми силами, в которые участвовали в то время военные медики. Необходимо создать фундаментальный институт, который стал рассматривать широкий спектр проблем. И уже тогда было задумано, что институт будет обладать стендовой базой. Впоследствии эта стендовая база развилась до макетов космических кораблей. Затем, к сожалению, у нас наступили годы, когда был упадок космонавтики в том числе. И мы фактически потеряли нашу вторую базу в районе Химок. Там сейчас остались некоторые объекты, но они находятся фактически в законсервированном состоянии. Основная база находится в районе Хорошевского шоссе. Почему я об этом сейчас заранее говорю? Потому что, когда проводился проект «Марс-500», и некоторые журналисты оказывались в центре управления полета, они не могли поверить о том, что данные исследования проходят вообще почти в центре Москвы. Настолько реалистична была картинка, которая шла в ЦУП и на весь мир, что вот те кадры, которые вы сегодня увидите, их можно воспринять как действительно реальность, даже не виртуальная реальность, а как будто это происходило на самом деле. Вместе с тем, это были эксперименты. Эксперименты с изоляцией, в которых принимали участие добровольцы, прошедшие специальный отбор, специальную подготовку и допущенные к проведению, к участию в таких исследованиях. А началось все со стенда, который был создан к 65-му году, вернее, начал создаваться в 65-м году, и это был относительно маленький стенд, 24 кубических метра. Мы с вами все примерно представляем, что это такое совсем небольшой объем. Наряду с этим к жилому отсеку присоединялась оранжерея и имела система жизнеобеспечения, которая включала в себя весь комплекс, необходимый для регенерации воздуха, для поддержания нормальной атмосферы, для влажности и температуры. Первый эксперимент был начат 49 лет назад, в 67-м году. В следующем году мы будем уже отмечать 50-летие. И обратите внимание, что уже тогда, 49 лет назад, был заложен годовой эксперимент. Уже тогда родоначальники космонавтики планировали то, что люди будут летать очень долго. А для того, чтобы посмотреть, как они будут адаптироваться к этим новым условиям, были и организованы эти эксперименты. Прежде всего, необходимо обратить внимание, что эксперименты проходят в условиях, когда имеют помимо ограничения еще дефицит объема, дефицит двигательной активности, дефицит общения с внешней средой. И все это накладывает отпечаток на психологическое состояние. Все это отражается на том, как люди взаимодействуют между собой. Какая это команда, какой коллектив, как подобрать этих людей, чтобы они в течение года не перессорились, не переругались, а работали как единая команда, выполняя задания. И вот первые испытатели. И хочу обратить внимание, что уже в составе даже первого экипажа был врач Герман Мановцев. И традиционно в последующем экипаже формировались именно по такому принципу. Командир, который мог быть или инженером, или врачом, или биологом. Инженер и врач. Причем, поскольку необходимо было, чтобы врач знал инженерное дело, а инженеры владели основами оказания медицинской помощи, естественно, что подготовка таких экипажей, она составляла относительно продолжительное время. Эксперимент состоял из трех этапов. Детали заключались в том, что регенерация кислорода или очистка атмосферы, подача кислорода, может быть внешней, когда кислород подается из кислорода, может быть внутренней, биологической, когда используется выращивание растений. И, кроме того, существуют разные методы получения кислорода. Так вот, в этом эксперименте в различные этапы именно применялись различные принципы, которые позволяли выявить, какой принцип лучше. И, кроме того, сколько надо растений, чтобы они обеспечивали нормальное восстановление кислорода и поглощение углекислоты. Вот в таких, можно сказать, тяжелых условиях находились испытатели, коечки, очень скромное пространство для передвижения внутри оранжереи. И, фактически, тех последующих тренажеров, которые вы увидите далее, в те годы у нас еще не было. Но вот это вот внимание растения, оно продолжилось не только в нашем институте. В последующем в Сибири в одном из институтов была построена специально очень большая оранжерея для того, чтобы выбирать, какие именно растения лучше, для того, чтобы они давали определенный урожай и улучшали атмосферу корабля. В настоящее время у нас эти работы не очень сильно развиты, зато эту идею подхватили наши китайские коллеги. И в Пекинском университете в настоящее время существует специальный комплекс, в котором один модуль для жизни людей и два модуля для выращивания растений. Вот соотношение примерно такое, что для растений требуется в два раза больше площади, чем для людей. Кроме того, вот в китайском комплексе они полностью замкнули биологическую систему, они утилизируют все продукты, выделяемые человеком, превращают их обратно через сжигание в получение углекислоты и кислорода, изменяется атмосфера. Им не требуется никаких химических поглотителей углекислоты, не требуется баллонов с кислородом. И, видимо, вот это направление в перспективе будет развиваться при построении космических поселений на других планетах, в частности, на Луне. После того, как были проведены некоторые, вот я назвал основной, самый сложный эксперимент годовой, почти одновременно в институте начали строить большой экспериментальный стенд, который бы мог в перспективе воссоздать межпланетный космический корабль. Проект этот также разработался совместно с Институтом космических исследований, с Роскосмосом. И вы можете увидеть, почему такая большая площадь, вот здесь и 50 метров, и 150 метров жилой модуль, жилой отсек, и медицинский отсек 100. И это объясняется тем, что на борту космического корабля используется вся поверхность, пол, потолок, стены. Таким образом, мы должны были бы вот эту поверхность разделить на 4, поскольку это как раз соответствовало бы объемам космического корабля, который планировался и планируется для межпланетных перелетов. Итак, комплекс был создан в 71 году, первая его часть, и в последующем он еще дважды модернизировался, был достроен модуль ЭУ-250, где размещался тренажерный зал и склад, и достроен имитатор другой планеты. в частности, мы использовали его как имитатор поверхности Барса. Первые эксперименты в обновленном НЭКе, они включали в себя не столь продолжительные, но вот уже в 71-72 годах были проведены 50-суточный эксперимент, затем был проведен 60-суточный эксперимент, 90-суточный эксперимент, которые показывали о том, что необходимо дальнейшее увеличение продолжительности, но самое главное, что в этих экспериментах начали отрабатываться системы профилактики гипокинезии, системы профилактики неблагоприятного воздействия невесомости на организм человека. Хочу особо отметить такой факт, что если бы человеку не надо возвращаться на землю, то по существу и не надо было бы системы профилактики. Организм человека достаточно хорошо адаптируется к условиям невесомости, к этому некоторому ограничению движений, к тому, что кровопрощение работает лучше, кровь перераспределяется, и фактически человек мог бы жить довольно спокойно и комфортно в условиях невесомости достаточно долгое время. Но человеку надо возвращаться назад. И вот для того, чтобы успешно вернуться, для того, чтобы он мог здесь сохранить свою работоспособность, а она, естественно, влияет и на психическое, эмоциональное состояние, потому что мы с вами хорошо видим, что даже сейчас, когда космонавты приземляются, очень часто их сажают в специальные кресла, полулежа, они ограничены в движениях не от того, что они не хотят, а просто им очень тяжело. Тяжело мышцам, тяжело сердечно-сосуистой системе, поэтому реадаптация к Земле требует регулярных физических тренировок на орбите, и чем интенсивнее человек занимается на орбите тренировками, тем он легче и лучше возвращается. Самый яркий пример это Валерий Василь Поляков, который 437 врач-космонавт отлетал 437 суток и благодаря тренировкам успешно вернулся на Землю. Это был рекордный полет, который и сохраняется. Так вот, система профилактики что делать, какие упражнения, она отрабатывалась во всех этих экспериментах. И здесь представлена фотография тех участников, кто прошел вот 90-суточные исследования в 1975 году, которые существенно опережали по длительности те космические полеты, которые проходили в те годы по продолжительности около месяца. то есть трехкратное превышение обеспечивали наши исследователи на Земле. В 1994 году началась эпопея привлечения зарубежных партнеров. Вот эксперимент Хьюбис 1994 года, это уже 135-суточный эксперимент с участием астронавта Европейского космического агента на станции Мир, который должен был состояться, и вот это взаимодействие России с европейцами при длительной экспедиции на мир. Но экспедиции иностранцев, конечно, они чаще всего носили короткий характер, но для того, чтобы научиться взаимодействовать людям разных национальностей, возникало всегда, естественно, довольно много вопросов, касающихся языка общения, касающихся привычки к еде, касающихся того, кто как привык проводить время свободное. И вот все эти элементы, они во многом отрабатывались на Земле в опережающих космических экспериментах с изоляцией. Вот экипаж Хьюбис в 94-м году. В нем участвовали как сотрудники Института медико-биологических проблем, так и привлекаемые к этим вопросам другие специалисты. Чуть позже остановлюсь на критериях отбора, как подходим к этому вопросу. Поэтому сейчас просто краткая информация о том, что следующий эксперимент был в 96-м в 95-м годах это ЭКО-ПСИ, где экология и психология, где атмосфера изучалась. И в частности очень важный фрагмент, о котором я говорил. Вот когда начали изучать растения более детально, то отметили, что растения являются одним из наиболее сильных психологических факторов, поддерживающих интерес у испытателей к тому, что рядом с ними существуют живые существа. К ним так и относились, как к живым. И вот это взаимодействие, оно поддерживало психологическую атмосферу и очень хорошо себя зарекомендовало, начиная с экспериментальных исследований на Земле и последующих исследований в космосе. Затем последовал Сфинкс 99. здесь уже взаимодействие было более широкое. Привлечены Канадское космическое агентство, а также специалисты из Соединенных Штатов Америки. И вот уже эти Сфинкс были предвестником МКС. И в последующем, когда стали формировать станцию, вот этот опыт проведения этих космических экспериментов, он подсказал, как могут взаимодействовать при организации быта, организации научных исследований. Ведь может быть два подхода, каждый сам по себе. Одна страна проводит одни исследования, другая страна проводит свои исследования, можно не обмениваться, а можно кооперироваться. Наиболее эффективный обмен, конечно, существует тогда, когда совместные исследования, совместный эксперимент, совместные результаты. На данном сайте показывают экипажи. Российский экипаж, первый экипаж, потом был второй экипаж, здесь уже можно сказать, наш немец участвовал участвовал в совместных исследованиях. И здесь уже смешанный экипаж. Хочу отметить представителей Японии. Очень интересно, как не то, что жизненный цикл замкнулся, а как жизнь привела его сегодня в наш институт, и мы обсуждали с ним перспективные исследования, где он уже выступает в качестве руководителя японской части совместных исследований, которые мы планируем на последующие годы. Здесь картинка показывает те условия бытовые, когда здесь объединение, на каких-то этапах у нас существовал постоянный экипаж, экспедиция, посещение, то есть проигрывались те ситуации, в которых будут находиться космонавты во время работы на орбитальной космической станции. Примечателен эксперимент, который показан здесь и вот здесь, проводился в те годы под названием «Пилоты», который продолжается и сейчас, но на других технических средствах. Испытатели и космонавты для того, чтобы тренироваться к ручной стыковке, вот выполняют такие исследования джойстиками, когда необходимо качественно, но в дефиците времени стыковать космические корабли. То есть вот казалось бы, это эксперимент, который оценивает психоэмоциональное состояние, физиологические способности человека, но на самом деле он очень реально помогает практической работе космонавта по стыковке, если вдруг приходится стыковать в ручную. Естественно, что в те годы у нас не было такого оснащения компьютерной техникой, какой существует сейчас, и вот здесь показан этап, когда заполняются на бумаге компьютерные тесты, бланки, тестирование и так далее. Но прошли годы, и мы подошли к реализации следующего этапа, который назывался Марс-500. При проведении этого эксперимента были объединены усилия не только Роскосмоса и МВП, но и очень многих институтов Российской Академии наук. С нашей стороны участвовало около 20 институтов. Кроме того, здесь показано, что Европейское космическое агентство принимало активное участие, Китайское аэрокосмическое агентство и Немецкое аэрокосмическое агентство. Но кроме того, участвовало еще около 20 зарубежных партнеров, которые в целом представляли около 30 зарубежных организаций. И можете себе представить, что на мою долю выпала координация вот этого огромного количества постановщиков экспериментов, которым надо было предоставить определенное время, возможности для проведения каждой своих исследований. Программа Mars 500 состояла из, можно сказать, двух этапов, но самое главное, что она включала в себя четыре эксперимента. Это два эксперимента, можно сказать, технические, отработочные по 14 суток. Затем был 105-суточный эксперимент и 520-суточный эксперимент. Первый экипаж, в составе которого была у нас одна девушка, Марина Тугушева, это 14-суточный эксперимент. Вот принцип, который мы тогда заложили, он продолжает действовать и сейчас. И на этих кадрах можно видеть Сережу Рязанского и Олега Артемьева. Это в настоящий момент космонавты, которые уже слетали, которые были нам как бы выделены Центром подготовки космонавтов для их участия в наших экспериментах, которые получили помимо опыта, который они получают при обучении в Центре подготовки космонавтов, еще и опыт участия в таких экспериментах. И с их точки зрения, ну и с нашей точки зрения, естественно, это очень важный этап для космонавта пройти вот такую школу в наземном эксперименте в изоляционном, который очень хорошо показывает, кто есть кто. И я сейчас вспоминаю одну из бесед с испытателем Хаби Хожем, вот раньше один из первых длительных экспериментов, он был показан. Так вот, когда спрашивают, какое главное качество испытателя, вот что он должен уметь, знать, и Хайдер назвал слово терпеть. И большинство из нас, вот мы с ним очень сильно согласны. Именно умение терпеть, не сорваться, не испортить кому-то настроение, самому выдержать и поддержать товарища. И вот умение терпеть, переносить различные объективные или субъективные проблемы, решать их, это одно из главных качеств испытателя, которое весьма важно выработать и закрепить себе и космонавту тоже. В следующем коротком эксперименте экипаж немножко поменялся, но остались те же Марина, Олег и Сергей. Другие члены экипажа были другими. Но еще раз повторю, это были отладочные эксперименты, которые тоже очень важны. А вот здесь уже 105 суток. 105 суток очень интересный срок с точки зрения психологии, физиологии, адаптации, реадаптации. Не случайно это время выбрано не только нами, но и рядом зарубежных партнеров при проведении аналогичных исследований, потому потому что за это время наступает с одной стороны адаптация, с другой стороны наступает уже у некоторых членов экипажа по некоторым системам срыв адаптации. И в эти сроки могут проявиться различные негативные моменты в взаимоотношениях, взаимодействиях, в отношении к выполнению работы. Такие исследования во время 105-суточного эксперимента являются вполне информативными для того, чтобы сделать заключение о том, как проходил эксперимент, какие условия, что необходимо для улучшения микроклимата и профилактики различных проблем. Итак, третий этап являлся Марс-500 520-суточная изоляция. Он начался в 2010 году и завершился в ноябре 2011 года. Здесь указано о том, что так мы витиевато сформулировали, что цель эксперимента изучения взаимодействия в контуре человека, окружающая среда, получение экспериментальных данных о состоянии здоровья, работоспособности, находясь в условиях изоляции, того, чтобы воссоздать вот эти ограничения, было введено правило. Первое. Никаких допоставок. То есть, что с собой взяли, то имеете. больше вы ничего за 520 суток не дополучите. Второе. Учитывая полет к другой планете, время связи все время увеличивается. И наступает момент, когда для того, чтобы послать вопрос на Землю и получать ответ, требуется 40 минут. то есть, что экипаж абсолютно автономно должен принимать решения в любых ситуациях. Что бы ни случилось, как бы ни случилось. А ведь мы организаторы, естественно, коварный народ, поэтому мы нештатные ситуации периодически подбрасывали. То электричество выключим, то дым подпустим, то метеоритный дождь устроим, проблемы могут возникать. И наблюдаем. А камеры стоят везде, за исключением туалетов и личных кают. И все это изучается, и все это смотрится. Хочу раскрыть вот еще один маленький секрет, который используют сейчас в Центре подготовки космонавтов. Они берут группу и забрасывают ее в лес. А там стоят телекамеры незаметно. И вот наблюдают, как в группе кто-то дрова собирает, а кто-то сидит, кто-то палатку натягивает, а кто-то ждет, пока это сделают другие. Это все поддается вот такому анализу. А сейчас вот в предстоящих экспериментах будет использована еще специальные анализаторы по анализу речи, по дикции, по словам, по произношению. То есть не просто что сказал, а еще и как сказал. и такие программы компьютерные в настоящее время уже создаются, они есть, поэтому то, что сейчас говорят наши космонавты на борту МКС, это уже анализируется сейчас, в каком он настроении, в каком он состоянии, каковы перспективы общения с ним для выполнения того или иного задания. Экипаж сформировался не сразу, последним в него вошел представитель Китая, они слишком затянули с предоставлением нам своего испытателя, потому что первое, вот здесь я хотел рассказать о критериях отбора. Первое это профессионалист, человек должен иметь высшее образование и одну из специальностей, которая для нас полезна в таком вот эксперименте. Это либо врачи, либо инженеры, либо программисты, либо электрончики. Вот в этом у нас наибольшая потребность. Естественно, что осваивались смежные специальности, но экипаж сформировался таким образом, что два российских врача, выпускники военной медицинской академии, а это значит, что они уже сразу подготовлены для оказания экстренной помощи. Один из них врач общего профиля, второй хирург. Наши зарубежные партнеры. Один из Франции, он выполнял роль порт-рженера, второй Диего из Италии, представляющий Европейское космическое агентство, они были исследователем, Диего был исследователем. И Ван Юэ, китайский физиолог, я бы так сказал, он был тоже исследователем. конечно, каждый выполнял в большей степени национальную программу, но все они являлись испытателями, подписывали информированное согласие, давали согласие на все исследования, а исследований у нас было довольно много, так что весь рабочий день они только и занимались тем, что проводили те или иные работы по обследованию и оценке их состояния во время периода изоляции. Кроме того, естественно, тренировки входили в их задачу. Ну, поскольку я врач, то, естественно, у меня мое внимание, моя зона ответственности, это было медицинское обеспечение, и хочу отметить, что это был и ежедневный медицинский контроль, и периодический медицинский углубленный контроль социализированных различных приборов. Многие исследования проводились внутри самостоятельно членами экипажа. И только в ряде случаев некоторые исследования проводились с некоторым как бы участием специалистов вне, а большинство исследований это регистрация внутри и передача или телеметрически наружу, или передача уже готовой информации на носителях или в электронном виде. В общей сложности у нас было 106 экспериментов. 106 экспериментов мы старались объединить. Вот медики, когда видят вот эту картинку, их весьма удивляет. Что это такое? Человек, сидящий на велоэргометре, имеет шапочку энцефалограммы. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. энцефалограмма в клинике при нагрузке никогда не пишут. Человека заставляют лежать или сидеть в покое. Иногда используются тесты с гипервентиляцией, но никогда не совмещаются с физнагрузками. А мы и физнагрузка, и дыхание, и кардиограмма, и весь комплекс, который мы можем использовать в одном методе, естественно, применяли в исследовании, стараясь за единицу времени получить как можно больше информации. Некоторые исследования у нас носили экспериментальный пробный характер. И вот в частности наши бауманцы опробировали систему биороксан, биолокатор. Здесь вы видите излучатели-приемник, который позволял увидеть человека, зарегистрировать частоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Этот прибор в настоящее время передан МЧС, и он позволяет сквозь бетонную или кирпичную стену выявлять наличие человека, вернее, не просто человека, а дышащего человека, у которого есть сердцебиение. То есть вот такая технология, когда задают вопрос, а что дало ваше эксклюзивное исследование медицине, практике и так далее. Хочу отметить, что это один из примеров взаимообогащения, когда космическая медицина внедряется в практику, а практика получает дальнейшее развитие в условиях космической или экстребальной медицины. Не могу сказать, что они работали непрерывно, постоянно, и у них не было свободного времени. Было, конечно, у них были выходные дни, точно так же, как на Международной космической станции. Есть выходные дни. Чем они занимались? Поскольку они провели Новый год у нас внутри объекта, то были праздники, были дни рождения, были вот такие вот развлечения, две гитары, ударник, поэтому иногда было очень весело за ними понаблюдать. Хочу сразу рассказать еще об одной ситуации, когда очень важно было насыщать их какими-либо делами. Эксперимент, как я уже сказал много раз, продолжался 520 суток. 250 суток мы летели к Марсу, 250 суток мы возвращались, а 20 суток мы были на орбите Марса с посадкой на поверхность. Так вот, первые 250 они прошли относительно спокойно. Ребята осваивали новые методы, делились друг с другом знаниями, был обмен, довольно общение, все было довольно на хорошем подъеме эмоциональном, потом был выход на поверхность, это еще более яркие воспоминания, а потом началась рутина возвращения, все методики знакомые, стены одни и те же, люди одни и те же, все уже, а впереди еще 200 дней возвращения. И вот здесь была очень важна психологическая поддержка. Психологическая поддержка, она чаще всего индивидуальна, потому что каждый из нас все-таки личность, имеющая свои особенности. Поэтому одному нравится классическая музыка, другому нравится эстрадная музыка, один любит одиночество, другой любит общение. И вот здесь очень важно, что с каждым из испытателей, за каждым испытателем был закреплен индивидуальный психолог. У них не было прямого общения, у них было опосредованное электронное общение, но все-таки должны быть люди, которым испытатель и космонавт доверяет. Вот доверенные лица это очень важный элемент такого психологического поддержки. А здесь вот та яркая картинка, когда мы моделировали выходную поверхность Марса, использовали скафандры, которые в настоящее время разработаны заводом «Звезда» именно для межпланетных полетов они отличаются, эти скафандры. В данном случае «Арлан-Э» использован, но тем не менее это довольно тяжелая работа. Здесь вы видите, как передавалось Центр управления полетом журналисты, которые тоже были ошумолены, удивлены той картинке, которая происходила реально в нашем экспериментальном модуле. Вот здесь хочу провести еще один пример, вот как сами испытатели тоже воспринимали. Я регистрировал пульс и давление во время выхода на поверхность, так вот если сравнивать пульс Юрия Алексеевича Гагарина на старте около 150-154 ударов в минуту, то у наших испытателей пульс был примерно таким же, когда они делали первые шаги на вот этот имитатор поверхности. То есть они сами были, можно сказать, весьма сильно удивлены, как это, и вообще они действительно верили, что они действительно выполняют эту миссию. И кроме того, костюм весит более 30 килограмм, даже в облегченном варианте, поэтому тяжелые, ноши, поэтому пять минут работы, пять минут отдыха, пять минут работы, пять минут отдыха, в течение двух часов. Также работают наши космонавты на борту МКС, когда идет внекорабельная деятельность, когда они выходят, возвращаются на станцию, то нательное белье, которое называется, тоже можно отжимать. Такая тяжелая, напряженная физическая работа. И при этом она сопряжена еще и с большим риском о том, что, может быть, вы слышали о том, что были такие ситуации, когда наши космонавты имели проблемы на возвращении в корабль, костюм иногда раздувался и застревал буквально. А что значит застревать в люке? Это значит ты висишь, земля летит, ты туда, ни сюда, никуда. И такого рода проблемы могут быть. И естественно, что отпор по состоянию здоровья остается весьма важным критерием отбора и в испытатели, и в космонавты. Но с годами эти критерии все-таки становятся все меньше, потому что появляется в том числе робототехника. Не всегда обязательно космонавтов выходят на поверхность. И в нашем эксперименте у нас был ровер, который управлял член экипажа, уже находясь в отсеке. И вот передвижение, взятие пробы грунта, работа с другими приборами, она также имела место. Весьма перспективное и интересное направление это виртуальная реальность. Наши коллеги из Московского университета, они помогли разработать такую модель, когда наши испытатели надевали шлем, могли находиться на поверхности, поворачивая голову налево, направо, видели поверхность, видели различные макеты кораблей и некоторые действия. Но возвращаясь вот к пребыванию, к проживанию в объекте длительно и непрерывно, хочу отметить важность физических тренировок для наших испытателей. В нашем эксперименте мы попробовали совершенно разные тренажеры, и нагрузочные тренажеры, и бортовую пассивно бегущую дорожку, и итальянский тренажер, который тренирует вестибулярный аппарат и устойчивость. Таким образом, нам удалось установить, какие же тренажеры, какие физические упражнения являются наиболее эффективными, подходящими для реального применения на борту станции. К счастью, нам почти не пришлось использовать нашу аптечку. Вот здесь Александр Смолеевский, врач, проводит ревизию того, чем он обладает. Вот таков запас медикаментов, который имел место на борту. Использовали различные средства для профилактики, лечения боли спине, инфракрасные лампы. Здесь показаны оранжереи. Оранжерея, где в том числе удавалось выращивать и томаты, конечно, черри маленькие, клубничку, горох. Конечно, этого было очень мало для того, чтобы восполнить дефицит витаминов из натуральных продуктов. Но все-таки это представляло довольно большой интерес. Что касается питания, то в нашем эксперименте были использованы три этапа. На первом этапе были использованы замороженные продукты. То есть были холодильники, были замороженные продукты и таким образом обеспечивалось питание. К сожалению, эти продукты, к сожалению, для пятерых, вернее, к счастью, для пятерых и к несчастью, для одного члена экипажа. Эти продукты были европейские. поэтому наш китайский коллега, который недооценил о том, что у него не будет проблем, но подумаешь, там еда, оказался очень сильный фактор. Россияне с европейцами с удовольствием ели это изображенный продукт, а китайцу не нравилось. Ему не нравились макароны в большом количестве, ему не нравились некоторые другие продукты, а вот риса почти не было, некоторых трав тоже не было, соусов почти не было, и он испытал трудности. Середина эксперимента марсианских это было по существу бортовое питание, которое используется на борту, в топах, в консервах, здесь оно устраивало всех. и вот здесь с гордостью могу сказать, что в настоящее время то питание, которое используется на борту МКС, российское питание заслуживает самых высоких похвал, в том числе и от наших зарубежных партнеров, от астронавтов. Когда-то наше питание было не очень хорошим, и вот врач Атьков, который летал один из первых врачей, они говорили, ну что же это нечто такое, чего даже собаки, наверное, есть не будут, потому что консервант был заложен в таком количестве, что продукт не портился 2-3 года. А сейчас наши продукты очень-очень вкусные, и даже американцы отдают им подчас предпочтение. И третья часть нашего эксперимента проходила на сублимированном питании, на консервированном питании, на тех продуктах, которые имеют срок хранения около 2-3 лет. И это были вполне нормальные сухие рационы, которые разогревались, размачивались и удовлетворяли всех, особенно нашего китайского испытателя. Вот здесь уже макароны и риса вместо макарон получало риса в достаточном количестве. Это середина эксперимента, это не завершение, это середина. Здесь у нас все хорошо, все замечательно, но самое главное, что после окончания у них у всех остался положительный настрой и отношение к проведенному исследованию. Жизнь сложилась по-разному. Лучшим образом, я считаю, она сложилась у китайского специалиста, потому что он стал национальным героем, его встречали у трапа самолета, ему дали квартиру, он получил место в китайском аэрокосмическом агентстве, стал по существу национальным героем. А наши ребята довольно скромно продолжают работать, продолжают трудиться. Европейцы стали сотрудничать с Европейским аэрокосмическим агентством. Один из, Саша Смолеевский, он остался работать психологом в нашем институте. Был перерыв, некоторые проблемы с внешним финансированием, поэтому следующий эксперимент мы провели только в прошлом году, и провели его, этот эксперимент, наша молодежь. По инициативе Совет молодых специалистов и ученых МВП собрались, денег нет, давайте мы на энтузиазме проведем такие исследования. Короткие, но они весьма важны для будущих, последующих, совместных исследований со смешанными экипажами. И вот те девушки, которые сотрудницы института методологических проблем совершили такой маленький подвиг для себя, уйдя из семьи, а это ведь не только изоляции, это еще фоновый период, после действия, они пошли на то, чтобы помочь институту, помочь научным подразделениям получить новые научные экспериментальные данные о состоянии женского организма в условиях изоляции. Стало понятно, что подход должен быть другим. Вот этот короткий эксперимент научил нас очень многому, потому что, несмотря на то, что сейчас иногда женщины летают, естественно, и россиянки, а вот если экипаж будет целиком женский, что будет, как они будут взаимодействовать? Вот прекрасная задача для психологов была поставлена этим исследованием, и конечно, не все ответы получены, но тем не менее мы очень благодарны девушкам, которые провели этот инициативный эксперимент с изоляцией. Какие же наши планы? Итак, мы провели в 2015 году в 2015, в этом году идет формирование дальнейших программ. Конечно, Институт медико-биологических проблем это не только космическая физиология Митцина. Я, например, представляю отдел экстремальной физиологии. В сферу интересов наших входят летчики, подводники, шахтеры, альпинисты. Тем не менее, основное направление, естественно, это перспективные и реально текущие эксперименты на борту Международной космической станции. Зачем нужны эти эксперименты на Земле? Они больше, они шире, они глубже. Мы больше видим, больше получаем экспериментально. Конечно, здесь нет невесомости, но сейчас и это мы в определенной степени начинаем строить такие модели, которые позволяют. Это и водная иммерсия, или ее называют сухая иммерсия, когда человек лежит в ванной на пленке и вот осенью сейчас начинается целая серия по пять суток люди будут лежать в иммерсионной ванне и мы будем проводить исследование. другие модели, это антерстатическое положение, когда человек ложится немножко вниз головой и мы смотрим перераспределение крови. Что касается больших международных проектов, то это в 17-м году трехнедельный эксперимент, в 18-м году трехнедельный и четырехмесячный эксперимент с изоляцией в 19-м восьмимесячный в 20-м в 21-м году 12-месячный эксперимент с изоляцией российско-американский эксперимент с широким международным участием. Там будут в этом эксперименте принимать участие по шесть человек интернациональные экипажи и как в основном это будут смешанные интернациональные экипажи. То есть в это эксперимент мы приглашаем и американцев и европейцев и канадцев и японцев и эта научная программа она в настоящий момент формируется. Вот поэтому несмотря на то казалось бы здесь ничего нет но это кропотливейшая работа огромная по объему информации по кооперации по выстраиванию взаимоотношений сейчас занимает огромная часть нашего времени. существует представленный Роскосмосом макет перспективный космического корабля где будет размещаться четыре человека существует у нас существует гиброплатформа с виртуальной реальностью наверное в этих полетах в этих экспериментах будут некоторые новые перспективные модели или макеты для создания эффекта невесомости когда вращаюсь в шар виртуальная реальность и это своего рода психофизиологическое воздействие моделирующее пребывание в условиях невесомости ну а нам остается вот на память такие фотографии когда мы находимся рядом с испытателями и благодарим их за их самоотвержденный труд ну а вас благодарю за внимание которое выделили сегодня этому докладу спасибо за доклад очень интересно такой вот вопрос там был кадр при выходе двух космонавтов на марсианскую поверхность и там был написан выход номер один то есть было несколько выходов да выхода было три причем мы сформировали так таким образом чтобы был обязательно россиянин командир которого выводил с собой зарубежного участника эксперимента в начале итальянца в другой раз выходил китаец опять италий то есть выходов было три каждый из них характеризовался немножко разными заданиями объем физических нагрузок тем что собирали грунт долбили сверлили ориентировались в пространстве и моделировали падение оказалось это еще американцы при пребывании на луне показали случай падения астронавта на поверхность особенно на спину встать практически невозможно то есть он как черепаха получается вот руки ноги двигаются а встать невозможно и вот в нашем эксперименте тоже мы промоделировали падение и посмотрели как будет человек вставать когда есть ассистент встает достаточно легко спасибо еще такой один вопрос можно как-то подробнее про ситуации когда было задымление метеоритный дождь пропоминали да конечно можно первое когда было сделано отключение электроэнергии и пустили дым нейтральный естественно что это было несколько неожиданно для них наверное минут 5-7 была определенная дезориентация естественно что у них инструкций каких только нет на все случаи жизни как оказывать медицинскую помощь как действовать при пожаре как действовать при отключении там чего-либо и как-либо но все это надо или тренировать или помнить а помнить невозможно как вот мы с вами ведь все слушаем всегда пожарных о том куда бежать где выход и как-то не откладывается это то есть эти моменты конечно надо тренировать и у них сработало через некоторое время они вспомнили где лежит у них аварийное освещение фонари пошли потом какой способ у нас связи можно с фонариками помигать показывать нам команды есть список команд одно зажигание два зажигания то есть телекамера это у нас работает поэтому на этот случай вот такое и была связи с этим еще одна проблема питание стало холодным разогреть негде пришлось использовать вот несколько дней попитались холодными продуктами тоже не очень хорошие воспоминания но как приходится идти на некоторые жертвы потом когда мы включили у них я не помню детали но им как-то сообщили о том что это была искусственная ситуация они в это не поверили вот они писали в личных радиограммах о том что мы знаем что вы нам не сообщаете где там подстанция сломалась у соседей или в микрорайоне кто видоват и так далее что касается перерыва в связи то эта ситуация для них метеоритная дождь помешала связи связь прервалась на неделю для них это не страшно потому что у них была циклограмма долгосрочное планирование что они должны делать они воспользовались вот этой циклограммой и работали абсолютно автономно им в определенной степени даже понравилось земля не вмешивается ничего не командует ничего не передает как хорошо когда захотели легли когда захотели встали когда захотели что хотим делаем вот главное выполнить задание поэтому возвращение связи но связь опять же говорю это не прямая была связь а это радиограммы которые посылались причем даже я вот прихожу на пульт управления сдаю связи с ту радиограмму он ее в компьютер ввел а компьютер 40 минут только после этого открывает им там доступ к этой радиограмме то есть прямых разговоров у нас не было довольно долгий период то есть первый месяц разговаривали по телефону фактически а потом связь время все увеличивалось 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 вот и это оказалось очень интересным и этот опыт сейчас применяется уже на международной космической станции там планируется такой эксперимент с тренировкой на отсроченную связь потому что космонавты сейчас чувствуют себя очень комфортно они в любую минуту вышли на связь пообщались с землей плюс земле очень удобно земля постоянно контролирует параметры мкс температура влажность давление газовый состав главное давление потому что бывает ситуация когда давление где-то может немножко понизиться от отсек отсекается выясняется причина разгерметизации или неполной герметизации и все восстанавливается и сейчас идет контроль а если мы предполагаем что у нас межпланетный полет то все должно быть очень-очень автономно первый вопрос проводились ли когда-нибудь или будут проводиться эксперименты по тому когда человек проведенный в космосе довольно длительное время в невесомости возвращается на землю и через какое-то короткое время его обратно возвращает в космос чтобы посмотреть как он будет вести как организм поведет себя после длительного пребывания в невесомости оказавшись в стрессовом состоянии при повышенной гравитации и вернется обратно в невесомость и второй вопрос во время всех экспериментов по изоляции бывали ли такие случаи когда возникали да вон такие сообщения из так сказать из земли о там не знаю кончине или гибели близких людей или родственников у испытуемых было ли это правда или часть экспериментов проводились это эксперименты или были такие случаи ну что касается первого вопроса то ответ на него очень боятся космонавты и очень не хочется сейчас участвовать в такой программе на годовой полет найти космонавта не очень легко далеко не все рвутся вот привыкли уже полгода летать и год летать а тем более участвовать в такой программе как здесь но естественно что такая программа рано или поздно мкс будет потому что это фактически полет посадка и возвращение ранее такие эксперименты на частично проходили в другой форме когда готовился шаттл то вот одним из элементов шаттла было следующее если вы помните был такой космонавт полк он у него первый полет он готовился в командиры шаттла и у него был обычный космический полет он слетал байконуре приземлился его пересадили в истребитель и он должен был прилететь москву сам это фактически вот такое же воздействие чрезвычайно трудная работа чрезвычайно напряженная работа но она планируется что касается вопроса о не был приятных событиях которые могут происходить в жизни то конечно вынужден признаться в том что мы всю информацию которая шла в камеру из камеры испытателями от них мы контролировали психологи индивидуальные психологи и до начала эксперимента было заключено соглашение о том что в случае гибели близкого человека мы испытателя не информируем хотя в информированном согласии которые подписывает испытатель для участия пишется и согласовывается допускается что в любой момент по его желанию он может выйти из эксперимента могу даже сказать больше что он может выйти эксперимента даже без объяснения причин хочу и все а уже разборка полета это будет потом штрафные санкции могут быть за это потом но никто не имеет права составе человека продолжать если он больше не хочет у несчастных случаях мы к счастью таких не было но если бы такой случай был то мы бы сообщили после окончания эксперимента такое было у нас соглашение с испытателями здравствуйте спасибо большое за лекцию очень интересная и возник вопрос по работе психологов в эксперименте марс 500 и луна 2015 насчет марса вы сказали что там у каждого из экспериментаторов был свой индивидуальный психолог каждого испытателя испытателя прощения в экипаже луны 2015 увидела что там была девушка со специальностью психолог и вот такой вопрос по эффективности работы психологов эффективнее когда психолог в команде находится и работает прямо на месте с испытуемыми либо когда у каждого свой индивидуальный вот сейчас влияние вот связи с проблемами до длительными как вообще далась работа вы знаете вот когда есть врач у экипажа то чаще всего врач во многом выполняет роль психолога я не буду далек от истины что хороший врач на 50 процентов всегда психолог и поэтому вот такая такие проблемы психологические психофизиологические обычно закрывается внутри экипажа и врач но тогда когда экипажи интернациональные то лучше чтобы психолог был из той страны откуда этот испытатель очень много нюансов которые мы подчас не можем понять потому что я просто приведу пример итальянский темперамент и китайское желание похитить все она вообще когда граничит не всегда понятно другим членам экипажа вот и поэтому я считаю что вот по интернациональному но здесь все заложено в истории культуры образование подхода данного человека так что но когда есть психолог внутри это этот эксперимент имеет более высокую цену потому что психолог может видеть то чего мы не видим с помощью наших тестов потому что тесты очень часто заполняются так вот туда куда я подумал там это чувствую сколько можно эти 500 вопросов одно и то же каждый день а то есть объективизация тестов она остается остается оставлять желать лучшего хотя существует огромное количество тестов но все-таки их потому и много что нет одного совершенно спасибо и можно еще два вопроса вам задать второй тоже насчет психологов есть сейчас на мкс психологи и есть психо на мкс психолога нет но есть группа поддержки психологической поддержки которые регулярно дежурит в цупе у них посменная работа непрерывная они постоянно дежурят они можно сказать в дружки и товарищеских отношениях членами экипажа вот общаются обеспечивают им псих поддержку те музыкальные передачи и телевизионные трансляции общение с семьей это все делает психолог поэтому у нас есть целая служба которая специально работает круглосуточно спасибо и последний вопрос у меня вы сказали что были получены какие-то интересные результаты после эксперимента луна 2015 и если можете рассказать что это за результаты такие какие там выводы были получены выводы касаются вывод это наверное касается не только этого но и здесь очень важно занять каждую минуту полезной деятельностью не давать возможности расслабиться переживать обсуждать работать работать 24 часа в сутки тогда все остальное отодвигается на второй план что касается более детальных это индивидуальные такие вещи о которых я не хотел сейчас говорить спасибо большое здравствуйте спасибо еще раз за лекцию мне как известно одну из самых важнейших проблем будущих полет на марс является защита экипажа от губительного действия радиации что можете по этому поводу сказать и вообще какие есть современные наработки в плане борьбы защиты организма человеческого от воздействия радиации спасибо к счастью или к сожалению мы не изучали воздействие реакции радиации напрямую но накоплен колоссальный опыт международной космической станцией конечно это орбитальной станции которая еще даже не ближний космос и но вернее совсем ближний космос если посмотреть на картинку соотношения масштабов то мы летаем на высоте одного сантиметра над макетом над глобусом поэтому там другие совершенно воздействия но пути подходы и перспективы они несомненно разрабатываются есть определенные успехи в этом направлении первое для полета надо выбирать наиболее спокойный период солнечной активности второе есть фарбакологические препараты которые частично блокируют на этот период третье можно сформировать определенные места в космическом корабле которые имеют меньше зону меньше проницаемость для внешнего облучения четвертое можно сделать оболочку из чего-либо и к примеру из жидкости потом эту жидкость спрасывать в атмосферу то есть закрыться эта жидкость на себя частично возьмет и выбросить ее вне корабля один из способов снижения дозы который может получать человек и вот рассматривая различные подходы которые моделировались и в перспективе планируется вот последующие спутники биоспутники они будут проходить на орбитах более высоких где будет изучаться это воздействие будет изучаться перспективные средства защиты от радиации в том числе настоящий момент это важная задача сложный вопрос но уже есть наработки уже есть пути по которым можно идти и получены первые положительные результаты что касается пребывание на поверхности луны и на поверхности марса то здесь тоже очевидно в отличие от мнения которые высказываются вот пропагандистами проекта марс ман полет в одну сторону и жизнь на поверхности марса то это не пройдет это не получится надо зарываться в грунт лучше на несколько метров но как минимум метр грунта должны быть над этим жилищем тогда будет какая-то защита поэтому вот поселение на других планетах это остается конечно еще во многом нерешенной проблемы но видимо подход будут аналогичные первый вопрос а были конфликты если конфликты бы то как не разрешались конфликты да вот в марсе 500 конфликтов и в 105 марсе конфликтов у нас не было конфликты прогнозировались психологи делали нам предупреждения говорили о том что с данным человеком есть неблагополучие что он где-то на грани и тогда более активно старались учесть рекомендации психолога для коррекции вот этих причин источников конфликта которые могли сживать в предыдущих экспериментах и даже вот те которые я говорил были до вплоть до выхода из объекта по психологической несовместимости большое спасибо еще один вопрос а ведь с точки зрения объем как бы объективности да если у человека есть возможность выйти из эксперимента том психологически настроен что в крайнем случае я выйду а если люди полетят на марс этой же лазейки нет и планируется ли вот такой команд более объективный эксперимент что вы выйти не можете объективных экспериментов у нас с вами накопилось в истории человечества довольно много ты можно говорить о арктике антарктики пребывание на других экспериментах я например был участником эксперимента 37 суток на глубине 350 метров и вот здесь тоже мы не можем выйти с глубины 350 метров без двухнедельной декомпрессии аналогично а такие погружения проводились довольно широко их очень много и психологи работали и знания такие в определенной степени накоплены так что очень важна мотивация человека почему он пришел в эксперимент что он захочет сделать чего добиться ведь очень во многом участие в эксперименте это самоутверждение поэтому каждый испытатель хочет себе тоже доказать что он способен что он может что он должен и я вот еще раз вернусь к нашему китайскому коллеге которому психологически были было более трудно но за ним стоял великий китай он не мог себе позволить ему было очень трудно он жал кулаки и зубы и продержался большое спасибо и последний вопрос вот вы сказали что самоважно человека занять чтобы он все время что-то делал а проводится ли эксперименты когда человек вынужден ничего не делать и как как это влияет на вымоционное состояние узком сутки двое там у нас отдельные фрагменты за 520 суток были периоды когда мы специально испытателю давали месяц без тренировок и что касается полученных результатов то однозначно вот когда месяц тренировок нет работоспособность снижается на 20 процентов а когда тренировки есть она либо в норме либо даже немножко выше чем его исходная в зависимости от интенсивности тренировки используемых тренажеров без тренировок работоспособность падает и вот мы ведь во многом обязаны своему благополучию и мировоззрению сознанию именно возможности физической активности вот когда ее нет то и и настроение хуже и гормоны не так активно вырабатываются и возможность адаптации вот мы этих вопросов сегодня медицинских узких не касались а ведь стоит человек ничего не делать у него иммунитет снижается у нее защитные силы падают и тоже микробная флора а ведь понимаете в загнутом объеме вопрос санитарно гигиенической обработки что надо мыть руки что надо чистить зубы они в десять раз актуальнее чем на земле поэтому если человек вдруг начинает лениться и ничего не делать то на него сразу же могут на к нему прийти различные заболевания поэтому активность имеет очень большое значение спасибо большое за лекцию хотелось бы узнать на каких языках на самом деле говорят в таких экспериментах и на самом деле на мкс и возникают ли конфликты вот на этой почве то есть причин экипажи допустим русские они могут быть на родном языке между собой и остальные соответственно будут хуже понимать вот как эта проблема решалась что касается международной космической станции то я поделюсь своими впечатлениями не научными отчетами не данными своими впечатлениями во первых это довольно интересные ребята широко образованные которые заточены на выполнение с поставленной задачи причем у них есть стремление очень важно выполнить ее качественно и как можно быстрее то есть вот чему нам бы всем тоже надо было бы учиться на то чтобы конкурентная среда формировалась на том чтобы каждый из нас становился в своем деле самым лучшим и вот у космонавтов существует определенный такой вот как бы негласный конкурс они между собой конкурируют кто лучше правильнее качественнее выполнить ту работу которая ему поручается и и даже вот наблюдение за интернациональными экипажами она показывает о том что очень важно еще раз подчеркну вот это насыщенность работа вот безделие она разлагает и накладывает отпечаток и на формирование конфликтных ситуаций когда есть связывает общее дело сейчас к сожалению россияне выполняют не так много американских экспериментов а американцы не так много российских совместных экспериментов организационно трудно вот здесь на земле согласовать оказалось довольно трудно чтобы программа а кто платит за приборы а кто за результаты и поэтому несогласованность сказывается в том что совместных исследований так много но самих программ научных у космонавтов много хотя основная работа на сейчас это наблюдение за поверхностью земли фотографирование в интересах различных ведомств а вот технологических экспериментов их не так много но день расписан вот посмотреть на циклограмму космонавта расписан каждый час бывают небольшие подвижки свободного времени фактически это только выходной вот поэтому напряженная но интересная работа вот что очень важно о том чтобы человек был заинтересован а поскольку космонавты это люди любознательные поэтому им все интересно вот как вы сегодня тоже здесь собрались казалось бы прекрасный вечер вот вы тоже сегодня здесь любознательно и вам интересно я надеюсь у нас осталось время на последний вопрос добрый вечер меня зовут дмитрий спасибо большое за интересную достаточно лекцию а подскажите пожалуйста вот режим сна и бодрствования он как-нибудь менялся там по ситуации или специальным образом в ходе от экспериментов потому что эксперименты были длительные и не очень длительно от 15 дней там четырнадцать дней там сто пять дней пятьсот дней спасибо за вопрос значит естественно режим сна и отдыха нами изучался не просто изучался а у них иногда были редкие ночи когда они спали без датчиков но датчики тоже разные и можно сказать что в настоящий момент я сотрудничаю с клиникой шарите в германии мы как раз поставим перед собой задачу изучить особенности влияния сна в задачу эксперимента входит регистрация обычного сна регистрация короткого сна регистрация прерывистого сна вот искусственно и посмотреть например индекс кирдо отражающий тонус вегетативной нервной системы а он позволяет посмотреть и на как бы траты за период бодрствования и восстановление за период сна вот такой эксперимент нами сейчас планируется что касается марса 500 то там использовались прибора сомна поле сомнография и использовали сомна вочь маленькое устройство которое позволяет регистрировать двигательную активность регистрировать пульс давление температуру дыхания и положение тела в пространстве вот такой набор параметров позволял судить о качестве сна и и естественно что если человек плохо спит то у него последующий день в плане работоспособности хуже очень интересный последний вот штрих в том эксперименте начальном которому скоро 50 лет через год там вообще иногда убирали часы и не показывали чтобы они не стали сколько времени и и вот организм человека имел смещение иногда ребята приходили смена утром сменять а они им говорили спокойной ночи мы идем спать то есть в замкнутом объеме наши биологические часы почему-то сбиваются если нет информации с другой стороны вот мы проверили исследование не суточного ритма а сезонности весна то есть мы живем с вами в четырех сезонах и оказалось что несмотря на изоляцию наш организм чувствует сезонность весна зима осень лето это сказывается на тонусе вегетативной нервной системы несмотря на то что нет ни иллюминатора ни информации такой вот визуальной о том какое время года организм это чувствует а вот суточный ритм оказывается в замкнутом объеме может сместиться довольно существенно не на минуту а даже на часы